Развивающий журнал, тема выпуска «Планета Земля». Сегодня вместе с Тимуром и его друзьями мы узнаем много интересного о том месте, где все мы живем, о нашей планете Земля. Если посмотреть на Землю из космоса, кажется, что она голубого цвета. Это потому, что вода, моря, озера покрывают больше половины ее поверхности. Облака образуют на поверхности Земли причудливые меняющиеся рисунки. Они являются частью тонкого воздушного слоя вокруг планеты, который называется атмосферой. Земля вращается вокруг воображаемой оси, проходящей от северного полюса к южному через центр Земли. Благодаря этому вращению происходит смена дня и ночи. Когда одна сторона Земли обращена к Солнцу, там наступает день, в то время как на другой стороне планеты – ночь. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за сутки, то есть за 24 часа. Наша планета вращается вокруг Солнца, поэтому происходит смена времен года. В том полушарии Земли, которое обращено к Солнцу, наступает лето, а в противоположном – зима. Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один год, то есть за 365 дней. Днем Солнце освещает все вокруг, а в ночное время улицы освещают фонари. Сколько часов требуется Земле, чтобы сделать оборот вокруг своей оси? Выбери правильную цифру. 24. Правильно! Нажми на картинки, чтобы прослушать пояснение. Верхняя, тонкая каменная оболочка нашей планеты, покрытая почвой и морями, называется земной корой. Под ней находится самый толстый слой – мантия. Высокие температуры внутри делают материал мантии достаточно пластичным. Под мантией находится ядро. Оно делится на внутреннее твердое и внешнее жидкое. Земная кора делится на обширные участки – платформы. Они движутся. Если платформы расходятся, находящиеся под ними раскаленные жидкие горные породы устремляются на поверхность и происходит извержение вулкана. Расплавленный камень, извергающийся на поверхность, называется лавой. Если же платформы сталкиваются, то происходит землетрясение. Они причиняют огромные повреждения, разрушаются здания и дороги, могут погибнуть люди. Тимур, Ира и папа делают опыт с вулканом. Ты тоже можешь повторить. Попроси взрослых тебе помочь. Следуйте инструкции. Первое. Отрежьте верхнюю часть от пластиковой бутылки. Ставьте в обычную крышку. Получилось дно. Второе. Облепите поверхность получившейся горы пластилином. Отверстие превратится в кратер вулкана. Третье. Добавьте в получившийся сосуд немного подкрашенной красной краской воды и 1 чайную ложку соды. Четвертое. Поместите ваш вулкан в тазик или на поддон. Пятое. Теперь осторожно добавьте немного уксуса или лимонной кислоты. Вулкан проснулся. На поверхности земли много разных живописных гор. В зонах столкновения платформ земная кора прогибается, сминается в складки, трескается. Чтобы горы сформировались, нужны тысячи лет. У более древних гор вершины округлые, потому что они дольше подвергались воздействию погодных условий. Воздушная атмосфера земли защищает ее от ледяного дыхания космоса. Но чем выше гора, тем тоньше воздушная оболочка на дне, тем холоднее на вершине. Поэтому вершины самых высоких гор покрыты вечными льдами, которые не тают даже в теплое время года. Скалистые горы без снежного покрова. Высокие горы со снежными вершинами. Семья Тимура собирается в горы покататься со снежных вершин. Помоги им найти верный путь. Здорово! Почва – это поверхностный слой земной коры на суше, обладающий плодородием. Твердая часть почвы – это частички разрушенных горных пород и остатки умерших растений, перемешанные друг с другом. Также в почве есть вода и воздух, которые заполняют поры между твердыми почвенными частицами. Почва пронизана корнями растений и служит средой обитания для множества животных и микроскопических водорослей, грибов и бактерий. Формирование почвы происходит очень медленно. За 100 лет ее толщина увеличивается всего на 1-2 см. Посмотри внимательно на картинки. Выбери лишнюю. Аист! Отлично! Большая часть планеты покрыта водой. Она имеет огромное значение для всего живого на Земле. С водой происходит удивительное приключение превращения в водоворот. Нажми на картинки, чтобы прослушать пояснение. Под воздействием солнечного тепла вода испаряется с поверхности луж, ручьев, рек, озер и морей. Она превращается в невидимый водяной пар. Водяной пар поднимается вверх, охлаждается и превращается в капли воды, которые сгущаются, образуя облака. Ветер гонит облака над землей. Вода из облаков выпадает в виде осадков, дождя, снега или града. Часть воды снова попадает в реки, озера и моря. Часть воды просачивается в землю. Там ее впитывают корни растений. Солнце пригревает листья, и вода из них улетает невидимым паром. Рассмотри внимательно картинку. Что ты видишь? Что ты видишь? Что изменилось? Нажми на картинки, чтобы прослушать пояснение. Воздух – это невидимая смесь газов, в основном азота и кислорода. В нем также содержится немного углекислого газа и водяных паров, крошечные частички солей и пыли. Все живые существа на планете нуждаются в воздухе, чтобы дышать. Если бы на земле не было воздуха, не было бы ни растений, ни животных, ни людей. Движение воздуха называют ветром. Ветер влияет на образование климата. В засушливых районах ветер является главной причиной разрушения горных пород и почв, то есть эрозии. Он способен переносить большие количества пыли и песка и откладывать их в новых районах. Ветры, дующие над океанами, вызывают океанские течения, влияющие на климат прилегающих районов. Также ветер является важным фактором переноски семян, спор, пыльцы, играя важную роль в распространении растений. Тимур прочитал басню про ветер и солнце. Хочешь узнать, о чем она? Тогда слушай. Однажды ветер и солнце поспорили, кто из них заставит человека снять пальто. Ветер стал дуть очень сильно, поднял целую бурю, но человек только плотнее закутался в пальто и поднял воротник. А солнце направило свои теплые лучи на человека. Ему стало жарко, и он снял пальто. Солнце оказалось более могущественное. Отгадай загадку. Летит не птица, воет не зверь. Ветер. Молодец! Материк или континент – это крупный массив земной коры, большая часть поверхности которого выступает над поверхностью Мирового океана в виде суши. Существует шесть материков – Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида. Континенты разделяют Мировой океан на четыре большие части. Атлантический океан, Индийский океан, Тихий океан и Северный ледовитый океан. Африка. Евразия. Угадай зашифрованное слово. С какой буквы начинается слово, изображенное на картинке? Перетащи эту букву на картинку, а потом прочитай зашифрованное слово. Здорово! Наша планета неравномерно нагревается Солнцем. Сильнее всего оно греет на экваторе. Это воображаемая линия, которая делит нашу планету на два полушария – северное и южное. Пояс, окутывающий Землю по экватору, называется экваториальным. В этом поясе круглый год жарко. Севернее и южнее экваториального пояса расположились два тропических пояса. Там тоже довольно жарко, но ночи бывают прохладными. Снега там не бывает, но два раза в год проходят сезоны дождей, когда вода льет, как из ведра. Правда, есть и засушливые районы, пустыни. Тропические пояса переходят в умеренные. Там холодная зима и теплое лето. У полюсов Земли находятся полярные пояса. Здесь, даже летом, когда Солнце не заходит за горизонт по полгода, Земля покрыта снегом и льдом. Сколько основных климатических поясов на Земле? Найди правильную цифру. Семь. Супер! Отгадай загадку. Глобус делит ровные, линия условная. Сверху полюс, снизу полюс. Посредине жаркий пояс. Хором скажут все ребята, это линия... Экватор. Правильно! Тропический или дождевой лес – это лес экваториального пояса. Здесь круглый год одна и та же погода. Жарко и почти каждый день идет теплый проливной дождь. Более половины всех растений и животных мира обитают в этих лесах. Нажимай на животных и птиц, чтобы узнать их название. Закрась фрагменты с двумя точками. Воздух в экваториальном лесу звенит от криков невиданных птиц. Здесь только попугаев больше ста видов. Найди два одинаковых попугая. Замечательно! В тропическом поясе располагаются многие пустыни. Это самые жаркие и сухие места на планете. Там много песка и камней. Ветер сдувает песок в огромные холмы – барханы. Все растения и животные в пустыне научились подолгу обходиться без воды. Например, верблюд может неделю не есть и не пить и спокойно идти по пустыне. Редко здесь встречаются родники, окруженные зеленью. Это оазисы. Нажимай на животных и птиц, чтобы узнать их название. Найди тень верблюда. Отлично! Собери пазл. Просто фантастика! Степь, прерия, пампа, саванна, вельт и буш – все это названия одного и того же понятия, переведенные на разные языки. Безлесные луга. В этих местах с длительными засушливыми сезонами растет в основном трава и очень мало деревьев. Луга является домом для многих животных. Грызуны и другие мелкие животные делают себе норки в земле. Крупные животные и птицы тоже обитают в степях. Трава является их основной пищей. Тысячи видов насекомых живут на лугах. Эти создания снабжают пищей других обитателей лугов. Сейчас почти все луга мира распаханы и используются для посева пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника. Более сухие, где мало влаги для посевов, используют для выпаса скота. Нажимай на животных и птиц, чтобы узнать их название. Овца. Сокол. Хомяк. Пшеница. Бабочка. Бабочка. Ромашка. Клевер. Василек. Найди все эти фрагменты на картинке. Здорово! В степях водится много мелких грузунов. Помоги хомяку добраться до его норки. Замечательно! Ещё дальше от экватора. В местах, где климат холодный зимой и более тёплый летом, степи сменяются лесами умеренного пояса. Различные природные условия в лесных районах влияют на характер растительности. На севере преобладают хвойные, вечно зелёные леса. На юге – лиственные, с подзонами смешанных и широколиственных лесов. Лиственные деревья сбрасывают листву на зиму. Кормовые богатства лесов, плоды, семена, молодые побеги, почки растений и тому подобное обеспечивают разнообразие животного мира. Жизнь кипит тут повсюду – на земле, в земляных норах, на деревьях и кустарниках. Нажимай на животных и птиц, чтобы узнать их названия. Что лишнее на картинке? Ель. Молодец! Одно из самых крупных животных, которое водится в лесу – это лось. Подбери нижнюю часть картинки. Да ты всё знаешь! У северного и южного полюсов очень суровый холодный климат. Большая часть материка Антарктиды на Южном полюсе всё время покрыта льдом. На Северном полюсе Северный Ледовитый океан тоже очень холодный, но летом на прилегающих территориях снег всё-таки тает. Вырастают растения, прилетают птицы, приходят пастись северные олени. На полюсах не происходят смены дня и ночи каждый день. Зимой там полярная ночь, когда всё время темно, а летом – полярный день, когда постоянно светло. Нажимай на животных и птиц, чтобы узнать их названия. Посади пингвинов на льдины так, чтобы их было поровну. Великолепно! Помоги маленькому белому медвежонку найти свою маму. Отлично! Если ты плавал в море, то знаешь, что морская вода солёная. Когда скалы разрушаются ветром и дождём, соль, содержащаяся в них, вымывается реками в моря. Она делает воду солёной. В речной воде содержание соли незначительное, и нам она кажется несолёной. Океаны и моря полны жизней. Морские обитатели живут в разных зонах. Одни обосновались у поверхности, где достаточно солнечного света и тепло, где растут морские растения. Другие опустились поглубже, третьи, их гораздо меньше, обитают в донной зоне, где холодно и темно. Морское дно имеет горы и равнины, так же, как и суша. Нажимай на животных и птиц, чтобы узнать их название. Найди семь отличий. Молодец! Найди рыбу, отличающуюся от всех остальных. Верно! Наша планета богата природными ресурсами. Зерновые и овощные культуры растут на полях. Реки и моря полны рыбы. Леса дают нам древесину. В горах идёт добыча металлов. Уголь, нефть и газ мы добываем из недр земли. Однако, следует помнить, что земные ресурсы не безграничны. Надо искать новые источники энергии, способы её сбережения. Следует бережнее относиться к тому, что даёт нам природа. Покажи то, что можно сделать из древесины. Книги, карандаши, шкаф, деревянная лошадка, скрипка, скалка, деревянная посуда. Отлично! Используя природные богатства, человек облегчает свою жизнь, но при этом портит планету. Промышленные предприятия, электростанции, автомобили выделяют в атмосферу вредные газы. Они могут способствовать гибели растений, животных, болезням людей. Города и промышленные предприятия сбрасывают в реки и моря сточные воды и яда химикаты. Это приносит вред растениям и животным. В сельском хозяйстве для большей урожайности используют вредные химикаты. Они вредят почве и рекам, здоровью людей. Из мусора вырастают целые горы. Надо бережнее относиться к тому, что даёт нам природа. Каждый из нас может сделать планету чуточку чище. Даже ты нажми на картинки, чтобы прослушать пояснение. Выбрасывай мусор в специальные контейнеры, ведь большая часть мусора может быть переработана. Выключай кран в ванной, чтобы вода не текла зря. Сажай деревья, они помогают сохранять воздух чистым. Выключай свет, когда уходишь из помещения. Конец. До новых встреч!